всем 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 привет с прекрасного города измаил где живут и базируются авторы канала раиса горяченко дача сад огород цветы приветствуем вас сегодня речь пойдет о салатах потому что многие спрашивают сейчас что делать когда уже собран редис собраны какие-то другие культуры на грядках и хочется продолжить вот этот витаминный период да и салаты посмотрите уже цветут собираются по крайней мере цвести вот они такие красивые некоторые еще не цветут разные это салат криска я его высевала весной и вот он такой замечательный ну и когда он уже вот такой большой он не такой вкусный хотя это голландский но все равно у него есть уже и горечь потому что очень высокая температура и салаты готовятся к светению вот эти прекрасные елочки такие уже все растение отдает на то чтобы оставить после себя семена давайте рассмотрим этот вопрос я хочу ответить на ваш вопрос можно ли сейчас сеять салаты когда их посеять салат в июле месяце для того чтобы обеспечить себя и свою семью вкусными витаминными этими зелеными листиками очень хорошо сеять семена этого ценного овоща в июле месяце во второй половине крайнем случае начало августа но самое лучшее время это вторая половина июля и в этом году как раз очень хорошо и получается растущая луна будет в этот период но мы чуть чуть позже определим даты а сейчас скажем что салаты ведь это настоящий кладезь витаминов из-за чего мы его любим и черпать эти витамины срывая всегда свежие свежие красивые зеленые и красненькие листики можно практически круглый год благодаря теплицам мы пользуемся салатами и зимой и весной но а открытом грунте уже летом и осенью сейчас у многих огородников уже освободились грядки после редиса горошка других ранних культур и они спрашивают нас можно ли на этих грядках высевать семена салатов естественно можно и даже нужно причем семена этой культуры не требуют каких-то особых замачиваний подготовки очень хорошо всходы получается главное посеять во влажную землю благоприятный период в июле такими благоприятными периодами будут два периода и сейчас мы их рассмотрим с вами это первый период в знаке скорпион при растущей луне скорпион покровительствует салатом любит эту культуру поэтому 18 июля все 24 часа можно сеять семена салатов 19 июля с 0 часов и только до 18 часов потому что далее уже начнутся ощущаться энергии луны без курса а спящая луна это всегда плохое дело для начала какого-либо посева и естественно потом получения урожая и так скорпион используем 18 19 июля а теперь рыбы убывающая луна до убывающие но полнолуние позади 24 июля будет и после этого полнолуния уже будет выход из сожженного пути полнолуния очень хорошей энергии рыбы тоже покровительствует салатом и можно 26 июля начинать посевы с 9 часов утра и до конца суток 27 июля высевать все 24 часа это по периодам благоприятным для посева семян салатов лучше всего выращивать салат с помощью рассады напоминаю что в рассаде салаты находится 30-35 дней с момента посева семян сейчас во многих странах установилась очень жаркая погода посевы салата на грядках на солнцепёке можно не успеть полить и они конечно же пропадут а вот рассада и тем более в разных емкостях в кассетах горшочках рафинных таблетках или в рассадных ящиках это то что надо можно просто-напросто перенести вот эту рассаду и сам посев в тенечек и регулировать все таки вот эти солнечные лучи чтобы не перегорело естественно не сварились семена в этой на грядке открытой грядке пересадку салат переносит очень хорошо и если особенно проводить ее благоприятные дни учитывая что посев семян салата проводим в конце во второй половине или в начале августа то нужно будет высаживать рассаду уже в конце августа у нас будет календарь посадки рассады в августе 2021 года и вы сможете воспользоваться агрогороскопом это будет плейлист лунный календарь на август 2021 года пожалуйста пользуйтесь и еще очень важная подсказка осень может начаться внезапными холодами просто так вот складываются космические события надо быть готовым к этому периоду поэтому выбираем ранее или же среднеспелые сорта салатов конечно же в этот период лучше уже выбирать салаты листовые потому что качаные обычно нужно больше времени для того чтобы получить урожай но вернемся к технологии выращивания салатов я семена сею на глубину не более пол сантиметра а рассаду по схеме 25 сантиметров друг от друга если же свободного мест места нет ну тогда вот так близко как у меня вот рассада 25 сантиметров а если есть свободное место тогда лучше на расстоянии 30 40 сантиметров увидите какая красота получается мощные растения много листиков и здоровые красивые растения салата и еще о поливах жира в августе начнет отступать потихоньку это будет вторая половина августа поэтому лучше влагозарядку почвы проводить один-два раза в неделю и только в благоприятные периоды для поливов поливы в дни стихии воздуха в водолее в весах и близнецах приводят к быстрому гниению корней салата и к его гибели это мы испытывали уже много много раз мы высаживаем рассаду салата осенью в горшке разного объема но не менее двух литров лучше растет салат и более долго плодоносит своими листиками в больших контейнерах от 3 до 7 литров посевы в конце июля и в начале августа дают нам возможность собирать урожай до конца апреля следующего года рассаду салатов вот листовых они нам более нравятся и они выгодны в зимнее время мы высаживаем в разной емкости и перед морозами заносим теплицу вот они на улице находятся вот видим что морозы синоптики сообщают естественно переносим в теплицу здесь растения салатов и зимуют только когда сильные морозы наступают салаты в теплице укрываем агроволокном если же нет теплицы вазон с салатом можно занести на подоконник и растение будет щедро одаривать своими витаминами и листиками почти всю зиму на подоконнике также нужно аккуратно поливать лучше в подон или тарелочку строго в благоприятные дни календари поливом на нашем канале есть круглый год и на каждый месяц пользуйтесь во благо здоровья ваших растений что ж мы ответили на ваши вопросы по посевам салатов на освободившиеся грядки и мы определили что нужно выбирать ранние или среднеспелые сорта или гибриды и лучше выращивать салат при знойной жаре в тени в рассадных различных емкостях и чем больше эта емкость тем лучше а в августе нужно будет распределить рассаду на грядки или же в емкости чтобы витаминные листья употреблять как можно дольше уже в холодное время осени и зимы и не увлекайтесь пожалуйста минеральными удобрениями особенно азотными вообще лучше исключать я ими не пользуюсь лучшего дерновая земля это самое лучшее дело для салата любит салат хорошую спушеную землю и чтобы была она плодородной не надо сюда никаких навозов никаких зеленых трав здесь бродилка не проходит если хотите чтобы салат долго плодоносил и был здоровым если же поливать вот этими удобрениями салаты вытягиваются болеют и погибают ну естественно если то что остается у них вот эта особенность у салатов накапливается в листьях нитраты а надо ли нам выращивать зелень витаминную и потом употреблять в пищу нитраты думаю что нет так что раиса горяченко александр волик поделились своим опытом и ответили на ваши вопросы и рассказали как мы выращиваем и показали какие салаты мы выращиваем берем за основу на зимнее время это салаты листовые они долго играющие и хорошо нас обеспечивают всю зиму практически и практически и весну витаминными листьями а затем другие салаты сеем и уже в открытом грунте другие растут и снова же всегда радует нас своими здоровыми листиками удачных вам пассивов всего самого самого доброго здоровья вам и здоровья вашим растениям до новых встреч в наших видео